привет ребята привет ждем вас как обычно по традиции две минутки пока вы все собираетесь вот и будем начинать сегодня наш эфир сегодня у вас уже аня которую вы все знаете пока кто первыми присоединяется пожалуйста пишите хорошо ли нас видно слышно руки руки присылайте покажите свои руки ну где же ваши ручки вот и сегодня ну как бы сами вы уже знакомы кто первый раз всем привет они живут в германии три года уникальная девушка с длинными волосами и которые выглядел немецкий за три года до уровня классного уровня у тебя еще далеко да ладно есть к чему стремиться вот но сегодня мы не будем уже разговаривать о том как они учили немецкий все дела об этом мы уже разговаривали на прошлом эфире вот а сегодня мы поговорим о такой теме как ауспильдинг что это значит что за терминология и честно говоря я сама немножко плаваю в этой теме потому что я не до конца понимаю что это я знаю как бы что такое есть люди учатся но вот как это поэтому я сегодня вот тоже на вашем месте на вашей позиции первый раз буду узнавать из первых уст что-то такое как это работает да и все дела но я тогда начну я расскажу что такое вообще вас билинг асбилинг это учеба на профессию учеба на профессию которая предлагает тебе сама фирма то есть твой напрямую работодати при этом ты получаешь деньги у тебя ты работаешь сразу же то есть нас первых дней ты начинаешь уже работать конкретно где работать в той профессии который на которую ты учишься длится как правило три года и состоит из из теоретической части и практической практической ты работаешь на фирме а теоретическая часть у тебя есть школа формы бывают 2 то есть кто-то учится неделями как например я у меня где-то раз в месяц у меня неделя школы и три неделя три недели работы есть вариант такой что ты получается два или два раза или три раза ну два раза вроде бы на неделе ходишь в школу и три дня работаешь ну а вообще ты говоришь что с тобой учится вот немцы немки которые только закончили школу да у нас нет у нас на самом деле у меня в группе 25 человек и у меня в группе только немцы я могу сказать об этом вот но у нас со всеми отличные отношения меня все любят поддерживать всегда помогают подсказывают у нас возраст абсолютно разные на первом году обучения сейчас на втором году обучения на первом году обучению у нас были ребята которым еще нет 18 им было 17 лет и ребята которым по 35 лет которые например отучились есть те кто отучился в институте просто как бы решили что это не их профессии на камеру они отучились и решили вот делать аутбиллинг я делала сбилинг как туризма скал фрау я это об этом говорил но скажу сейчас для тех кто не не знаю не слышал праздник раз туризму скал фрау в разе бюро то есть турист на как бы туристический агент турагент турбюро теряются слова так вот как бы ну просто ребята которые поняли наверное та профессия на которой они отучились в институте и им не нравится и нравится вот что-то такое с путешествиями или например есть и ребята кто начали учебу в институте проучились там год и бросили то есть как ты пришла вот к этой идее начать заниматься да почему я вообще решила делать аутбиллинг потому что я закончила в россии институт на специальность как бы государственное управление соответственно это специально здесь я не могу по ней работать потому что система управления в германии государства абсолютно другая то есть мне нужно было бы на эту профессию абсолютно полностью переучиваться единственное что может быть небо зашлись парочку предметов которые я там делал в россии да но в принципе ты практически с нуля переучиваешься мне не подтвердили мой диплом мне поэтому по этой причине мне сказали что мы подтвердить его не можем вот поэтому у меня как бы я подумала ну вроде у меня уже возраст такой и не знаю идти в институт как бы я подумала о том что в институт я еще не уже наверное не могу не хочу и хоть и не хотелось к тому же ну все-таки зарабатывают деньги как был какие-никакие чтобы я могла себя обеспечить потому что в институте если ты идешь я не знаю как там со стипендиями но в общем мне как мне казалось что для меня вот ausbildung работа более такой вариант вот соответственно поэтому я начала искать какие-то для себя варианты подходящие профессии но да и плюс это я так считаю для ребят которые хотят эмигрировать в германии то еще плюс одна возможность вот переезда кстати я да я хочу сказать о том что я почему-то думала когда я была в этом в плане как-то когда ну раньше не проинформирована на самом деле реально получить даже визу под ausbildung просто единственно что это сложно вам нужно получается вам нужно отправить резюме будучи находясь в россии до отправить его резюме резюме сюда в германию и сделать все равно как бы термин на собеседование но я не думаю что какой-то работодатель если только это хотя аусбилинг это не это обычно простые профессии то есть это не какая-то супер профессия что прям они нуждались специалистов в россии или ребятах из россии поэтому соответственно как бы а бы ну вам нужно будет скорее всего приехать может быть по туристической визе на собеседование сюда как бы пройти собеседование подписать договор и на основе этого договора вы можете получить визу как бы не просто да но шанс есть тоже я знаю много девочек которые так тоже приехали и по и по визе по узбелингу надо но конечно это сложно да потому что когда ты в универу там уже все понятно уже к иностранцам привыкли все просто здесь человек как бы тебя берет уже в свою фирму работать и он ну какие гарантии что там сто процентов приедет но это это звучит из области фантастики но вообще теоретически это реально ну да я тоже верю в теории но в принципе я говорю как я сказала что у меня есть знакома знакомая девочка которая именно так и переехала ребят вообще кто-то из вас интересуется такой темы как аузбильдинг может вы что-то об этом знаете потому что я вас не спросила сегодня в stories и давайте подождем ваших ответов да может что вы знаете или кто-то ищет аузбильдинг сейчас или планирует начать аузбильдинг вы пишите свои вопросы касаемо аузбильдинга то есть я мы посмотрим в конце эфира да то есть может быть мы уже их ответим и так в процессе или если так вот хочу сказать просто мы в конце если будут еще вопросы на которые мы не ответили мы на них ответить на так что вы интересуетесь я смотрю что некоторые пишут что интересуются тогда вы по адресу но это здорово да максимум полезной информации попытаемся сегодня дать вот ну а на вопросы ответим немножко попозже чтоб сейчас не сбиваться на вопрос по поводу языка мы мы ответим ты учишься на туристический бизнес да это можно так называть какие профессии еще бывают на что вот люди могут ориентироваться профессии моря на самом деле как бы для этого лучше зайти в интернет да и посмотреть что предлагается я могу сказать по поводу того например на что я подавала как бы свое резюме отправляла это было как бы помощник налоговика банковский работник помощник адвоката потом с бюро работать в офисе работать по русски потом вот получается на туристического агента есть есть варианты я туда не отправляла но также уход за пожилыми людьми или например помощник стоматолога но это больше как сказать помощник стоматолога звучит так что но ты скорее всего будешь больше так на рецепшене принимать звонки сами ради запись проводить и ну может как-то помогать но но не помогать но это не будет связано с медициной тем что ты будешь сверлить но если только кто-то добровольно попросит что сомневаюсь так вот еще варианты ну что касается мужские профессии тоже все что например у нас в россии у наших странах с вами учатся в колледже да там всякий но есть такая даже помощник архитектора есть например мужская профессия например как риэлтор на риэлтора тут тоже учатся на продавцов учатся кстати что да мне поначалу казалось дико да как бы как бы вот тоже есть как товаровед или согласно товаровед немножко другая профессия ты но здесь если ты учишься на продавца ты выполняющий работу товароведа и всех ты получается ты универсальный солдат ты умеешь все ты в любом месте то есть тебя могут поставить и ты сможешь выполнять эту работу получается здесь учатся также да аузбиллинг можно делать на парикмахера в общем на это лучше посмотреть в интернете какие есть профессии то есть где найти аузбиллинг я вам скажу так что это тоже в интернете вы просто забиваете аузбиллинг сейчас 2019 забиваете ваш город и вам будет предложена страница сайтов на которых и будут конкретные предложения от работодателей или же например как вариант вы можете пойти в агентуфию абайт это биржу труда на русске вы можете пойти туда и например там бесплатно абсолютно попросить о том чтобы вам вам подобрали тоже какие-то варианты потому что некоторые работодатели например не выкладывают это в интернет а напрямую с биржи труда работают я так делала да я я сходила и мне по почте в принципе удобно почему нет мне по почте приходили в письмами варианты я просто отправляла туда свои документы можно коротко прорезюмирую вот просто все что я знаю аузбиллинги до которые не делала так вот знаю от они от ребят и я учусь в универе вот как это вообще можно все сравнить и немножко по плюсам и минусам вот аузбиллинг это насколько я так понимаю это такие более рабочие профессии если взять все мужские профессии это сто процентов рабочие профессии если вот почему мужские и женские тоже если ты на банковское дело идешь вот как аня дату роген то есть это тоже как бы классно такие все провести профессии ты учишься что еще классно ты сразу же с первого месяца своего обучения уже рабочий опыт накапливаешь учишься и работаешь зарабатываешь свои деньги опять же то есть каждый месяц тебе приходит зарплата вот вот это вот классно потому что в универе дайте ребята ну обычно вот наши ребята которые приезжают они конечно же работают да я работаю со своего второго семестра по моему до с весны вот но все равно вот немцы они не все работают абсолютно не все которые учатся в универе они считают что вот пока они учатся они ничего не делали а тут вы уже сразу как бы в рабочем коллективе то есть тоже классно если вы конечно хотите идти там учиться на врача или на еще кого-то делать потом пичди или что-то такое до докторскую степень то конечно вам нужно идти в универе но если вы хотите вот так как они то или если вы ребята хотите много зарабатывать я вам скажу так что на узбилинге кстати вот вопрос да я вижу сколько платят при узбилинге я на него отвечу что зависит от нескольких факторов зависит от того в какой земле вы живете в германии зависит от того какая фирма какой вас работодатель из и он только он решает и и зависит от профессии в общем вот трех факторов зависит ваша зарплата я знаю пример например где самый минимум получают получали на первом году обучения 250 евро борту помощник адвоката но например это просто эта фирма которая ну там не очень такая как сказать она прокачанная там небольшой штат работников то есть вот так с этого начала да там сейчас попала к третьему год году обучения уже повыше зарплата да то есть как бы каждый год зарплата увеличивается самый максимум того что я знаю это работа в банке потому что в банке например от второго года обучение то есть стартуется там с около то есть мы сейчас говорим цену без снятия налогов не чистыми деньгами да как бы а то есть без учета налогов еще у вас в интернете тоже написано цена без учета всяких налогов то есть это грязными да чистыми вот то есть грязными вы будете получать например с первого года обучения в банке тысячу евро до со второго года обучения например у вас уже будет процент от сделок которые вы проведете то есть вполне возможно что у вас будет 2000 в месяц зависит от того сколько сделок вы сделаете но есть в банке работать до пока то что я слышал это действительно самое оплачиваемое еще очень хорошо получают у по работники которые ухаживают за старыми пожилыми людьми потому что работа тяжелая потому что морально тяжело физически тяжелые из-за этого как бы она действительно хорошо оплачивается моя зарплата я тоже могу в принципе сказать я получаю иначе в первом году у меня было 750 грязными на второе год для меня сейчас чистыми это зависит от того его на что р-класса на нового налогового класса ну например чистыми пускай будет 650 200 евро у тебя вычитается нового да и сколько 750 да я сказал там что все нет 550 извиняюсь короче 200 евро налогов да и вот так вот получается на втором году у меня выросла зарплата на 150 евро и в третьем году вырастет еще на 200 ну так но принципе эти денег хватает для того чтобы снимать например комнату и при этом как бы кушать и жить я вообще это моя это моя самая важная тема покушать я люблю так но как проходит обучение в принципе такой вопрос нас был я и думал я думаю что мы на него уже ответили как проходит все обучение на какие перспективы открывают обучение что вот нам гарантирует тот работодатель который берет нас на узбильдинг во-первых до большинство фирм вам скорее всего после конца обучения предложит вам место работы именно там где вы обучались потому что это выгодно для работодателя потому что он три года учил вас под себя да и в итоге он как бы все подготовил и и возьмет вас да то есть вам будет скорее всего на процентов 70 предложено уже у вас будет уже место работы на будущее ну или также знаете я думаю что абсолютно не будет проблем найти тогда если ваша фирма вас не возьмет абсолютно не нужно париться на этот счет вы всегда найдете обучение работу на другой фирме потому что неважно где ты делаешь на какой фирме а в бильдинг в принципе все зависит от уже тебя конкретно человека ну да а с чего ты посоветуешь начать поиск обучения вот ребятам давай сначала пройдемся по ребятам которые сейчас в россии находится там да в украине россия а потом вот те которые в германии ребят я хочу сказать по поводу уровня языка у нас такой был момент да например на каком уровне нужно знать ними немецкий язык чтобы делать аузбильдинг я скажу так у вас например никого не интересует каковы там сертификат не сертификат это работодатели они боевой они большая часть они вообще не в теме какие уровни есть вообще они уровень немецкого языка какой у меня у самого уровень немецкого языка я вообще не знал что на это что-то как-то делится то есть естественно сертификат немецкого языка у вас никто не спросит поэтому но я вам скажу так у меня был уровень b2 законченный до курсов языковых когда я пошла и после языковой школы я вам скажу что тяжело все равно мне например в школе до сих пор активно работе у меня проблем нет но в школе например до сих пор у меня есть иногда проблемы как бы с языком но и это ну сложно но реально в принципе я скажу так что если вы думаете чисто вам нужен этот сертификат он вам не нужен но вам нужно при этом все равно достаточно знание да действительно уверенные в себе если вы учите язык онлайн например да и вы проходите его и действительно вас есть уровень а2 но никаких сертификатов на этом это неважно главное что у вас есть действительно вот это вот знаний пакет который нужен и и этого достаточно для того чтобы себя регистрировать как это делать из россии я наверно сейчас не скажу потому что это надо это мы проведем эфир значит с кем-то другим потому что это да то есть я я знаю что ну я как я сказала что вариант такой что вы просто так же из россии ищите в интернете варианты и отсылаете и потом действительно когда вам работодатель например ответит я не знаю вы будете указывать это в резюме или нет что вы сейчас находитесь в россии да ну то есть или вам работодатель ответит что когда вы можете прийти на собеседование вы уже будете об этом там договариваться я приду тебе позвоню тебе по скайпу но вот я хотела бы еще немного добавить по насчет обучения языка да тоже когда вот поступаете в универ вас требуют там c1 некоторых универов c2 у вас требует уровень языка что важно этот диплом важно но когда вы приходите на занятия мой диплом c1 под мышкой который у меня было мне казалось на тот момент что у меня а2 потому что моя первая лекция в немецком универе я сижу ну господи что они рассказывают ну нереально понять вас в универе говорят на хохдойче но на хохдойче да но как бы меня это не спасало вообще никак вот первое там полгода пока я не акклиматизировалась достаточно для этого даже вот например такой фактор да не факт что ваш работодатель будет говорить с вами на хохдойче ну да и на диалекте который который в этом земле где вы будете поискать его учебу замочить что-то что он говорит вообще да да вот ну а насчет германии насчет германии да с чего начать начать для того настоит с того чтобы во всяком случае просто сначала зайдете в интернет и посмотрите какие есть предложения какие есть профессии определите для себя какой-то например штук пять профессий которые вам интересны да и начнете я не я не советую больше брать я потому что вам для каждого для каждой профессии нужно будет написать резюме поэтому если у вас будет слишком много профессий вариантов то вы просто устанете писать и под каждую профессию нужно определенный до бвербунг резюме и поэтому вам нужно пять штук достаточно будет вполне да как после того как вы найдете определитесь с тем куда вы хотите отправлять вы уже будете конкретно искать какие работодатели кто предлагает что на эту профессию нашли можно я секунду не до конца поняла то есть сначала ты выбираешь себе 5 профессий пишешь в бвербинге а потом просто рассылаешь но смысл такой потому что я тебе скажу что но мы можем быстро пройтись по я короче я знаю что вам ничего не видно будет но смысл такой он состоит из 1 2 3 4 5 частей 5 частей вы пишете в первой части где вы где вы увидели предложение работе то есть это будет там тоже биржа труда или интернет или еще что-то следующая часть 2 почему конкретно эта профессия почему именно эта профессия вас заинтересовала почему именно грубо говоря вы хотите ее делать да следующее вы рассказываете себе вы рассказываете почему именно вы должны попасть попасть на подойти на эту профессию до подойти на эту вакансию да как бы рассказываете о себе вы пишете конечно о себе но но нужно писать именно то то как бы все-таки приведет вас к получаемой должности так сказать то есть то что важно не нужно писать о себе в своем резюме о том что я не знаю вы там любите ухаживать за цветами потому что это явно на помощника адвоката мало интересующая информация правило номер один когда пишите текст на немецком не обязательно говорить правду я согласна подумайте о том что хотел бы слышать ваш работодатель и пишите то что он хочет слышать как говорится все хотят кушать вкусно вот и все приготовьте так чтобы это можно было съесть следующий пункт вы пишите почему конкретно это фирма почему вы у вас упал взгляд и они не должны знать о том что вы отправили еще на десять фирм похожий 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 но они должны быть уверены что вы именно к ним хотите попасть и вы пишете почему конкретно к ним для этого хорошо почитать например зайти на сайт если у фирмы есть сайт вы гуглите просто элементарно в гугле сайт читаете про фирму ну и примерно пишите здесь то же самое что у них стоит они же самих но это 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 неплохо потому что это даже плюс до вас что вы потратили время вы зашли вы поинтересовались действительно фирмой потому что я например в некоторых писала писала в бвербунгах как стоит у вас на сайте например я даже даже так и писала что я была у них на сайте ну да человек понимает что это не слепое какое-то да там резюме который ты отправляешь 350 фирм и последний пункт вы пишете это уже заключение о том что если вам стало интересно то я очень жду приглашение на собеседование в принципе все по бвербунгу единственное еще хочу сказать очень важный пункт на мой взгляд бвербунг резюме бвербунг резюме должно быть написано на идеально правильном немецком если не важно есть у вас какой смiens nào ли нет если у вас есть возможность кто вас проверить это супер если у вас нет возможности кто вас проверит отдайте кому-то на проверку попросите кого-то может подложите шоколадку денежку не знаю что потому что это действительно важно как бы я встречалась в моменты где мне приходилось спорить на этот счет но и вы просто подумайте на секундочку вы работодатель, вы берёте Bewerbung, он в этот момент, он, резюме, он, читая это, он не думает о том, что какой вы хороший человек, да, и так далее. Он читает, и иногда он просто не понимает, потому что это просто, например, не связано, написано, и вот за всеми этими ошибками ему сложно разглядеть, что вы такой молодец, хороший человек. То есть всё-таки это должно быть грамматически написано правильно. Когда вы придёте на собеседование, вы, конечно, пишете, естественно, что у вас знание немецкое, что вы не из Германии, да, не родились здесь, что у вас знание немецкого там такой-то, такой-то уровень, не в буквах, а примерно, да, что он у меня средний или так далее и тому подобное. Когда вы придёте на собеседование, как вы будете разговаривать, это уже другое. Просто, во-первых, это показывает то, что когда вы написали своё собеседование, своё резюме без ошибок, то, что вы потратили на это время, вы заморочились, чтобы кто-то проверил, или ещё что-то, вы подошли к этой теме ответственно. То, что вы разговариваете с ошибками, это всё придёт. Я говорила точно так же на своём собеседовании, что да, я разговариваю сейчас, возможно, не идеально, но я супер мотивирована как бы на эту работу и вообще на работу, и на изучение языка, и всё у меня обязательно придёт буквально через пару месяцев в порядок. У меня всё будет хорошо, так что вы не пожалеете. И, грубо говоря, я вот так вот говорила, и мы с моей, у меня начальница женщина, и мы как-то, я не знаю, мы сразу почувствовали друг друга, что ли. У меня было, как она мне сказала по традиции, мы вам перезвоним, и перезвонила мне буквально в этот же день. Я доехала до дома, это прошло три часа, и она мне позвонила и сказала, что если вы хотите, мы тоже хотим. И я была такая радостная, в общем, поэтому, то есть вот у нас действительно, она почувствовала, она увидела мне эту мотивацию, которую, как она уже говорила, что им говорят мои коллеги, что даже сами немцы не настолько мотивированы, как вот, например, я. Они видят, что я стараюсь. То есть в какие-то моменты мне сложно, но я всё равно это делаю, стараюсь, и поэтому это ценится намного больше, чем то, что ты артирикт два раза неправильно употребил. Да. Да, поэтому, конечно, когда ты делаешь такие грамматические ошибки, это просто элементарно неуважение, и я бы тоже не взяла вот человека, который бы даже там, когда без запятых люди пишут на русском, я думаю, чего, тебя не учили, вот, ну да. Поэтому так, давай пробежимся по документам, которые нам нужны для узбильдинга. Вот я сказала, ребят, о бевербинге, это, в принципе, самое главное, да. Что ещё нужно приложить, это лимислов, с вашей фотографией, здесь сверху указываются ваши данные, ну, то есть адрес, да, номер телефона, там, семейное положение и так далее. Потом вы указываете ваш опыт работы, его нужно начинать с порядка, с того, что вы делали в последнюю очередь, и хронологически, да, вниз, то есть с чего вы там когда-то начинали, да. Если к вопросу, опять же, есть деление мнений, указывать всё, чем ты когда-то занимался, если ты занимался много, чем менял работу, или же, то есть показатель это хороший или плохой, что ты много делал разную работу, вот как ты думаешь? Нет, конечно, классно. Ты как бы и там, и там уже успел прижиться и приспособиться, и там чему-то научился, и там чему-то научился, естественно. Да, просто многие, многие существуют мнения о том, что, типа, тебя, может, там выгоняли из работы, ты легкомысленный какой-то, что у тебя так ты прыгал с работы на работу, но я, например, тоже считаю, так же, как и ты, что это действительно хороший показатель, это тебя показывает как человека разностороннего, что ты понасобирал везде опыта, то есть ты во многих сферах действительно был везде. Я тут указывала даже, что я газетки разносила, почему нет, ну и что я приехала сюда, и сразу видно, что я с первых же там буквально месяцев пребывания здесь уже чем-то занималась. Потом вы указываете как аутбиллинг, аутбиллинг вообще переводится как образование, поэтому здесь вы указываете и своё место, если вы учились в институте, и школу, где вы учились, да, то есть пишите название и какая это была школа. Например, 11 классов наших русских причисляется к немецкому абитуру, то есть если вы читаете где-то в предложении о работе, да, вакансии, что им требуется абитур, реальшую абшлюз, тут вы можете просто вообще быть уверены, что он у вас есть, как бы, то есть вот наши 11 классов больше у нас же нету, поэтому это максимум, и это абитур в Германии считается, что у них 11, ой, 13 классов, да. Вот, потом у вас есть безондер-кентнес, тут вы пишете, какие у вас там были сертификаты, какие курсы, тренинги вы все проходили, какой вы молодец, что у вас есть, какие у вас знания компьютерных программ, ваши языки, на каком уровне вы их знаете, есть ли у вас права, ну, и в конце всегда пишут интересные хобби, это вы пишете о том, да, какие у вас есть хобби. Почему нет, неважно, я тут писала, и то, что я, это, книжки читать, писать люблю, и путешествовать, и спортом занимаюсь, и так далее. То есть вот это, что касается Лемцлауфа, и, например, что я еще прикладывала, я перевела свой, несмотря на то, что мой диплом не признали, я его перевела на немецкий, все равно, а что, нет, и как бы прикладывала просто в каждое свое резюме, я прикладывала свой диплом, переведенный на немецкий. У меня еще лист с оценочками. Короче, я скажу, почему это хорошо, неважно, признанный он или не признанный, он на немецком языке, они его могут почитать, это хорошо в любом случае, потому что ты учился, и они все говорят, что очень жаль, что вам не признали ваш диплом, потраченное время, так сказать, да, впустую. И они это ценят, потому что действительно столько лет, и как бы могут посмотреть твои оценки, тебе это в любом случае плюс. Конечно. Ну что, перейдем к вопросам. Ну да, я не знаю, о чем мы рассказали вам. Пишите сейчас, у вас еще есть время, ребята, еще какие-то вопросы задать, пока на то, что мы не рассказали. Ой, боже, сколько сегодня всего, ой. Ну мы с тобой быстро рассказали, поэтому у нас с тобой есть время, я мучка чуть-чуть ответить на вопросы. Ну да. Подожди, так быстро не листай. Да нет, я тебя валяюсь. Даже. Не могу найти вопросов. Так, ну что тут интересно. А на кого учишься? Ну я вот сказала, на туристического агента. Да, это ты рассказала. На туристический агент. Как это по-русски называется? Мне есть подозрение, что туристический агент звучит как-то странно. Так, какой минимальный уровень необходим для аузбильдинга? Можно еще раз повторить? Какой минимальный уровень? Ой. Можно я отвечу? Давай. Вот. Ну короче, так как Аня сказала, что бумажки никакой вам не нужно, да, что там вы немецким владеете на определенном таком уровне. Но вы можете себя потестить так, что вот попробуйте посмотреть там, я не знаю, немецкий фильм, поговорить с каким-то немцем. Если вы его поймете, окей, да, все будет хорошо, и вы понимаете, что просто тут даже надо учитывать еще такой факт. Вы же не будете только общаться с вашими работодателями или только с клиентами. Вам надо будет ходить в школу, писать там какие-то правовые предметы, учить. Какие-то предметы учить в школе? Ой, да, у меня там, у меня помимо того, что касается именно, что по профессии, экономика, бухгалтерия, право, все виды права трудовое и так далее и тому подобное. Ой, я так не скажу. Ну, в общем, знаете, такие предметы, которые очень сложные, на нашем-то языке экономика-то, в принципе, сложно. Право, это пипец. Право сложно тоже со всеми законами, как бы. Я очень сложно понимаю право прямо через слово. Да, если вы идете, ну, вы учтите, что если вы идете на помощника-адвоката, то право, учебники по праву, это ваши друзья на ближайшие три года. Да, даже если вы идете на продавца, вы же должны знать законодательство, вот это все. Вы должны понимать, что вы вот готовы сейчас работать, чтобы не так приехать в Германию и вас выгнали, да? Единственное, из-за чего вы можете быть суперстарателем, но если уровень языка, он низкий, поэтому, ну, тут никак. Есть вопрос, хотела бы узнать, с уровнем B1, как банка о фрау. О, ну, это буххальтинг. Это будет тяжело. Но я тебе так скажу, если ты сама чувствуешь, что ты готова, если ты мотивирована, если ты действительно считаешь, что, блин, я вот, вот, вот я сейчас, я хочу, я готова, ты можешь отправить сейчас бевербинг, почему нет? Нет, ты сходишь и ты посмотришь, может быть, тебя возьмут, почему бы и нет, как бы, знаешь, все зависит, может быть, от города, в котором ты живешь, да, или, и, как бы, как там вообще с у них, с кандидатами, да, просто будет тяжело. Я ходила на собеседование, как банковая фрау, получается, там было собеседование лично с начальником персонала, как бы, потом мы с ним поговорили час, вы представляете, мы с ним разговаривали на моем, на тот момент немецкий, который был после курсов, мы разговаривали с ним о банковской системе в России, как бы, ну, я, естественно, я же не могу растеряться, поэтому я, конечно, там с полностью, ну, с такой спокойствием и с чувством, с толком расстановка и втирала так, как будто я знаю, как бы, ну, ну, так, что знаю, то как бы и это. Главное не подавать виду, что ты, как бы, не, это, не в курсе вообще и так далее. То есть я прошла это собеседование, у них там был еще следующий этап, этап того, что ты проходишь тест на компьютере, можно его проходить дома, я проходила его дома, он длился, два с лишним часа, да, там вопросы всевозможные, вопросы письменные, вопросы на логику, IQ-тест, короче, грамматика немецкая, все возможное, ну, тест такой, как будто тебя, я не знаю, блин, тестируют навкосмонавты, в общем, я его тоже прошла, но, естественно, результатов нет, там, как бы, просто ты его отсылаешь, и они должны были тебе, получается, ну, позвонить или дать о себе знать. Получается, они дали о себе знать тогда, когда я уже подписала договор со своим этим работодателем, что я подумала о том, что все делается к лучшему, я, как бы, поняла, что это действительно, ну, тяжело мне было лично, потому что он рассказывал, что конкретно вот вы в этом случае, в их ситуации, у них, например, они тебя отправляют, у них другая система, они тебя, ты работаешь полгода, и на три месяца потом уезжаешь в какой-то город, я не помню уже где-то, в какой-то город, ты уезжаешь на три месяца учиться, и живешь там, они тебе представляют жилье, ты учишься там, и потом возвращаешься, опять работаешь, ну, такая система. Ага, ну, то есть, видите, тут все зависит, опять же, от фирмы к фирме. Так, какие зарплаты на аусбильдинге? Ну, думаю, мы уже рассказали, в принципе, да, что это там, от трехсот, наверное, сейчас до тысячи. Что такое, на каком этапе принимает штат? На каком этапе, я имею в виду, как ты говорила, да, там собеседование, потом еще что-то? Ну, после собеседования, если у вас, вы понравились друг другу, да, и как бы вам перезвонят. Я еще хотела сказать, я, по-моему, об этом не говорила, когда лучше начинать подавать бевербунги. Существует мнение, что можно их подавать уже с февраля месяца, как бы, да, и сейчас ходить на собеседование. Собеседование. А сбивинг начинается, большинство профессий с 1 августа и некоторые с 1 сентября. То есть, как бы, я думаю, что рановато в феврале подавать бевербунг. Я думаю, что вы можете уже сейчас определиться с профессиями, написать их, подготовить и отсылать, наверное, уже где-то там, где-то в мае, наверное, вот так. Потому что, понимаете, если вы сейчас, они вас пригласят, например, на собеседование, но они вам точно скажут о том, что они хотят еще посмотреть. Вы у нас только, мы только начали, мы только, ну, как бы, вывесили, например, нашу вакансию, да, и поэтому мы только начали сейчас смотреть людей, да. Поэтому они вам скажут потом и, возможно, знаете, как-то обычно бывает, первый самый, либо запоминается больше всех, либо теряется потом в этой толпе. Поэтому не нужно быть первым в этом случае, наверное. Ну и последним тоже вскакивать в этот, в последний вагон проезжающего поезда, наверное, тоже лучше не надо, потому что у вас уже не такой будет большой выбор, куда вам можно будет послать. Поэтому где-то так май, июнь, июнь, да, начало июня, вот тогда, можно там, в апреле, вот начинайте уже искать. Ну вот ты послала бы в Эрбол, пошла на собеседование и все. Ну, я вообще, я вообще начала искать поздно, у меня просто так получилось. Я-то думала, что мне нужен сертификат Б2 обязательно, поэтому я доучилась, и потом поняла, что, ну, у меня закончились курсы в конце июня, и я подумала, если я сейчас буду еще сертификат ждать два месяца, то я вообще в этом году не начнула с бидом. Поэтому я просто пошла, написала, что у меня есть этот сертификат, и все, и пошла, как бы, и потом, как выяснилось, он не нужен. И я отправляла на тот момент просто на все, ну, на все, что мне, как бы, казалось, да, интересным, но на все подряд. И в итоге в турбюро это как раз было то, что я на самом деле больше всего хотела. Хотела еще это делать в России, но у нас в России, в Калининграде тогда на тот момент вообще сложно попасть, да, потому что все там как-то по знакомству туда попадают и так далее. Поэтому у меня там не получилось, и я так подумала, отправлюсь здесь, но шанс был невысок. Но в итоге вот эта судьба, я считаю, что ваша от вас не уйдет. И если вам вот особенно вот понравилось что-то, я сходила, и действительно мне так хотелось туда, и вот получилось так. Вот, подожди, там что-то было про... Не-не, это про... Окей. Опер. ЗП как и аузбильдинг, мы уже сказали только что. Я живу в Дрездене. В Саксонии. Какие есть возможности после сорока? Есть возможности на аузбильдинг. Ну, в универ вы еще попадаете. Да, я думаю, в аузбильдинг вы попадаете, там вообще без, в принципе, все равно. Вы понимаете, никто не смотрит на как бы на воз... Ну, то есть это не то, на что смотрят. Если вы напишите хорошее резюме, сможете заинтересовать работодателя уже на этом уровне, на первом этапе, да, то придя на собеседование, если у вас, как бы, оно похорошо пройдет, они вас возьмут, какая разница. На три года аузбильдинг в гастрономии можно будет работать? Не понимаю. Ну, да, есть в гастрономии аузбильдинг, да, то вы можете делать как официант тоже аузбильдинг, например, просто, если у вас будет зарплата выше после аузбильдинга, чем если вы просто работаете официантом. Сложно ли получить визу для этого? Ну, мы сказали, что это будет нелегко, потому что именно сам процесс, вам для того, чтобы получить визу, вам нужно заключить договор с работодателем. Для этого вам нужно сюда приехать, скорее всего, и с ним провести собеседование. А вот еще вопрос про госслужащих, еще аузбильдинг можно делать на цоль, на таможню. Вот, это такое, что... Да, но для этого, я, знаете, я, ребят, скажу, что если на цоль, на таможню и на полицейских можно делать аузбильдинг тем, кто приехал сюда как поздние переселенцы и получил немецкий паспорт, то есть в этом случае вы можете, а когда у вас нету немецкого гражданства, то они не берут, к сожалению. Я бы тоже, может быть, пошла на таможню. В полицию они там все такие, униформа красивая, они такие... Как подтвердить свое высшее образование? Ты знаешь, как подтвердить высшее образование в Германии? Для этого вам нужно перевести ваш диплом на немецкий и пойти... В Германии перевести. Не дома. Почему? Я вообще против этого всего, потому что я уже три раза наступила на одни и те же грабли, когда мне в Украине переводили диплом, непонятно кто, и сейчас вот я недавно... Ну, как бы для меня это было окей, когда я была там в Украине с моими знаниями немецкого. Сейчас я прочитала и думаю, что... Реально? Но я здесь переводила свой диплом. Вот, поэтому я всем говорю, переводите это все уже в Германии, делайте это в Германии, не надо переводить в Россию, в Украине. Да, если это там Москва, Киев, да, и там как бы специалисты хорошие, может быть, у вас есть шанс, но в мелких городах вообще не рекомендую. Слушайте, я думаю, его подтверждают в Министерстве образования, то есть в городе, в котором вы живете, есть наверняка министерство, и вам нужно там в определенный кабинет. То есть узнать конкретно куда и адрес, я думаю, вы можете точно так же пойти на биржу труда на консультацию, и они вам скажут, куда вам пойти и где его вам перевести. И подтвердить точнее, извиняюсь. Вообще есть такой немецкий сайт Anabin, он называется, сейчас не помню, anabin.de или .com, вот, и там прям есть все-все-все-все-вузы вот всех стран, которые могут быть подтверждены в Германии, поэтому если вам интересно, то вы можете туда залезть. В Германии немецкий или английский лучше изучать? Ой, ну, конечно, немецкий. Да, как вы вообще? Вы, как вы вообще, хороший вопрос такой задали. Как бы, не, вы можете изучать английский просто, ну, если для себя, для туристических мотивов, но... Вы можете работать в Германии на английском языке, но вы должны на английском языке закончить здесь образование, отучиться здесь в институте, получить диплом, и тогда найти фирму, которая работает на английском языке и взять. Как Adidas, допустим, там всё на английском, вот, пожалуйста. Ну, это, опять же, это единицы там из тысяч, да. Вопросы на собеседовании. Что спрашивают у тебя? Я должна вспомнить, что меня спрашивают на собеседовании. Ну, меня она спросила тоже, вы знаете, чем занимается наша фирма, как бы вы уже слышали о нашей фирме. Она мне много рассказывала тоже, то есть это не только чисто вы пришли и вас как допрос пытают, но она мне тоже рассказывала о занятиях. Она спросила про меня лично, про то, как я сюда переехала, и про мою там судьбу и так далее. Спрашивала... Про мою судьбу. Про мою судьбу, да. Про мою жизнь, да, такая. За жизнь поговорили. Блин, ребят, нет таких конкретных... Да вообще, мне кажется, да. Да нет конкретных таких каких-то стандартных вопросов. Понимаете, это вы приходите, у вас действительно нету допроса, вы разговариваете чисто по-человечески. Я даже вам скажу, что вот на собеседовании в банке мы с ним тоже разговаривали от любых вопросов, что касается жилья в России, вообще как в России, там политическая ситуация, там, и обо мне разговаривали, о чем угодно разговаривали. То есть конкретных... Я... Единственное, к чему вы можете подготовиться, это действительно почитать про фирму и подготовиться к тому, чтобы сказать, почему конкретно эта фирма и эта профессия. То есть еще раз то, что было написано в бевербинге, вы должны это сказать... Дополненно. Да, то есть чтобы просто у вас еще огонь в глазах горел, и вы такая, такой-такая прям зашли, взяли. Да, и покорили, покорили сердце работодателю. Ой, вообще очень много пошло почему-то вопросов. Аутбильдинг — это после школы или после вуза? После школы. Аутбильдинг — это можно после школы. Я учился пять лет назад в Гёте-институте, учился на B2-2, но на сертификат не получил, говорил неплохо, бегу. На данный момент забыл язык, можно сказать. Подскажите, как быстро восстановить прежний. Ой, ребята, просто учите, смотрите, сделайте немецкий частью своей жизни, и будет вам добро. Да, но где вы, наверное, находитесь в какой-то из наших стран? Нет, ну почему? Как бы читать тексты на немецком статье, Google, пожалуйста, в помощь, все есть. Там, опять же, фильмы. Ребят, приезжайте в отпуск в Германию. Я, конечно, понимаю, что там можно на, ну, в отпуск на пляж в Турцию сгонять, или ещё куда-то. Ну, а можно отпуск свой провести, например, приехал в Германию, и просто как турист здесь походить, пообщаться на немецком, поразговаривать, смотря в какой город приедете. Так можно найти, с нами встретиться, мы вас познакомим с кем-нибудь, кто говорит по-немецки. Так что давайте. Подскажите срок учебы на юриста в Германии при условии наличия русского диплома о высшем юридическом образовании. Вы же понимаете, что ваш диплом... Университет же, да, сейчас? Да, ваш диплом юридический, я думаю, если честно, мало чем тут поможет в Германии, потому что право-то у нас совершенно разное. Ну, вот, хотя на моём примере мне засчитали один юридический предмет, но я учусь на экономиста, да, я не буду юристом. Опять же, это не профессия аутбилдинга, это университет, это очень тяжёлая профессия. Сюда нам нужно просто суперзнание немецкого, потому что, ну, право это... Я бы грубо сказала, но не буду. Не надо грубить. Потому что, да, очень-очень-очень сложно. Вот. Вам, скорее всего... Да, вам придётся поступать... Мы сейчас же говорим, получается, об институте, да, поэтому вам придётся поступать в институт, просто единственное, да, у вас много, наверное, многое зачтётся, и вам просто меньше будет сдавать. Я не думаю, что много прям зачтётся, но если сравнивать там, да, так и так, ты же... Я не знаю. Меня почему зачли? Потому что я экономиста, и с правом я не буду не иметь никаких вот дел дальше. А те, кто будет работать адвокатом, ну, ты же не можешь статью с русского кодекса вырвать и перепечатывать в немецкий, поэтому... Наверное, у вас будет что-то тогда примерно, как у меня, как мне сказали, что у меня что-то зачтётся, а что-то... Да, можно, нужно начинать, и большая часть будет действительно... Может быть, историю там право или что-то такое, если там учатся. Ну, всё равно. Мелочь, но приятно. Конечно, суперприятно. Так, можете ещё рассказать сайт с вузами? Анабин называется. А что там узнать? Ан, про вузы? Да, сайты про вузы. Профессии востребованные. Востребованные профессии... Мы сейчас ауфбилинги или после института? Наверное, ауфбилинги больше. Если про ауфбилинг, я вам скажу, что реально, что востребовано, это вот на первом месте стоит помощь за пожилыми людьми, потому что, да, очень много домов престарелых и очень много работы на самом деле. Это работа, которая хорошо оплачивается, и её много востребовано. Что ещё? Что ещё? Много чего много. Продавцов, все любые магазины, я скажу, они неплохо зарабатывают в тех же Lidl, магазины продуктовые, да, большие сети. Они хорошо там зарабатывают. Они зарабатывают больше, чем, например, те, кто сидят в офисе, да, казалось бы. У нас, например, на ворот, те, кто сидят в офисе, получают больше, чем продавцы, но здесь не так. Почему ещё кто бы... А знаете, ещё я вам не сказала, например, контролю, это в той, чем ванне работать, например, можно тоже. Все эти ребята, которые водят трамвай, да, там... На трамвай нужно определённые, определённые права, по-моему, там какой-то, какая-то категория, что ли, на добус и трамвай. Интересно, да, почему нет? Да, ребят, востребованные профессии. Ну, это можно тоже вычислить методом анализа, зайдя и посмотрев, чего больше всего предлагают. Вообще, я бы хотела сказать, что в Германии нет того, что было бы не востребовано. Если вы хороший специалист, идите просто туда, куда вам нравится. Если вы пойдёте ухаживать за больными, но вас тошнит от больных, да, или там ещё чего-то, я бы в жизни на такую не пошла профессию, то толку, что она востребована. Нет, например, я просто, я чисто по-человечески не смогла бы... Я понимаю, что это очень хорошая профессия, кто-то должен это делать, но я не могу психологически, я не могу, не хочу, не могу видеть больных людей, как бы пожилых людей, да, всё вот это вот... Потому что, да, я буду сама, я знаю, я сама буду находиться вот в такой же состоянии, и сама заболею, и вместе с ними там слягу, потому что я просто... Точно. Эмпатично очень сильно. Мастер маникюра, серое обслуживание, как с работой? О, вы хорошо будете зарабатывать, только единственное. Учиться на это надо здесь, потому что с нашим сертификатом, или как там, да, после курсов, да, там законченных, вы не сможете устроиться в немецкий салон работать, но вы можете, возможно, устроиться в русский салон работать. Я думаю, что для них, например, это будет не так принципиально, если вы покажете свой русский сертификат. То есть, ну, я вам скажу, что это хорошо, прибыльное дело, здесь хорошо зарабатывает, просто ценник, да, он в 3-4 раза больше, чем в России. Да. Ну всё, ребята, я думаю, мы будем на самом деле закругляться, потому что уже очень долго говорим, но все вопросы уже уже ответили. Вот, поэтому... Да, если у вас какие-то вопросы всплывут, если вы действительно там находитесь, например, по теме бевербунгов, да, кстати, у меня есть какие-то в электронном виде, я, например, если вы мне лично в личку напишите, я, может быть, скину вам как вариант свои в электронном виде. Вопросы нужно будет поменять. Ну, придумайте тоже, но нужно... Я как бы... Я брала шаблон из интернета, чтобы понять, что там писать, но в итоге я писала всё равно сама. Конечно, вообще в интернете очень много информации об этом, так что это не проблема. Да, так что пишите... Подпишитесь на меня и пишите мне. Подписывайтесь на мой канал. Да, если вы ещё не забронировали отпуск на этот год, можете тоже писать мне, и мы подберём вам какой-нибудь отельчик на пляже или что-нибудь другое. И, ребята, хочу сделать небольшое объявление, что эту неделю стартовал наш марафон по теме времена в немецком языке, и это будет видеомарафон. Давай я напишу здесь, пишут, как с вами связаться. Извини, перебила тебя. Да, да, ты можешь написать, пока я расскажу. Вот. И мы с вами пройдём за три недели шесть времён в немецком языке. Настоящие, три прошедших и два будущих. Вот. Поэтому будет очень интересно, очень много практики. Это мой личный марафон. Нет моих учителей, а именно мой личный. Поэтому всех жду. Есть сайт в шапке моего профиля. Вы уже можете регистрироваться. Пока цена такая, эту неделю. Вот. Потом будет немножко дороже. Есть ещё очень классная тема на модальные глаголы. Вот. Тоже доступен такой пакет, поэтому вы можете участвовать. Да, я считаю, что это действительно это нужно любому человеку, который, даже если вы считаете, что у вас уже достаточно хороший уровень, то, блин, ну согласитесь, все сыпятся на артиклях и на глаголы. Это вообще одна из важнейших частей речи, потому что мы используем всё. Да. Мы всё, что мы хотим сделать, сказать, и это всё, это всё вот делать, говорить, это глаголы. Да. Поэтому, ребята, всем пока, всем спасибо, что вы были с нами. Было реально сегодня очень классный эфир, я считаю, нас прошёл, и у вас было много, очень много вопросов. Классно, что вам интересна такая тема, поэтому подписывайтесь на Аню, читайте нас дальше, мы будем для вас делать много классного контента. и всем пока. Спасибо. Спокойной ночи. Пока. Пока. Пока.